Посмотрите, какие произведения искусства, не побоюсь этого слова, у нас здесь представлены и Шрек, и про 75-летие Победы не забыли, и вот такие вот милахи. Картина на этой деревянной заготовке называется «В ожидании чуда». Фантазийные рисунки, мультгерои и даже иконы. Участники акции творчески подошли к процессу. Чтобы пасхальные символы можно было повесить на дерево, пришлось делать петли. Это доверили женской команде баскетболисток. Каждую ленточку надо было вдеть в 10 тысяч, и чекани у нас очень долго и кропотливо занимались в период между тренировками. Мужская команда, вот представляете, наверное, кончик этой ленточки, он может махриться, его надо было обжечь. Чтобы после первого дождя краска не сошла, каждую разрисованную заготовку покрывают лаком. Некоторые из них проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь. Организаторы акции отправляли болванки по почте России известным актерам и певцам. Часть рукотворных шедевров вернулась во Владимир, часть осталась у звезд. Так Виктория и Антон Макарские нарядили дерево во дворе своего дома, а Дмитрий Певцов раскрашивал заготовки с сыном. Чтобы ваше пасхальное дерево расцвело, чтобы оно всем дарило радость и чтобы все у вас было хорошо, ребята. С праздником! Организаторы акции надеются, что этот проект станет ежегодным. И каждый раз будет добавляться еще одно пасхальное дерево, пока не появится целая аллея до Успенского собора. Мы обращались к экологам, и у нас есть экологическое заключение, которое подтверждает, что вес 10 тысяч яиц, а это чуть больше 600 килограмм, данное дерево выдержит, и мы ему не повредим. Уже завтра с помощью автовышки липы украсят профессиональные альпинисты. Полюбоваться на новый арт-объект можно будет до середины июня. Екатерина Старикова и Егор Герасимов, Губерния, 33.